Здравствуйте, добрый день. Большое спасибо за то, что я мог сюда приехать, за то, что я могу посетить прекрасный город Санкт-Петербург. У меня вчера была возможность осмотреться в этом городе, но он такой красивый, что я думаю, мне придется приехать сюда еще раз. Итак, давайте приступим к нашей теме. Это гипертермия в сочетании с лучевой терапией. Я бы хотел подвести итог, дать обзор нескольких клинических исследований, о которых мы уже сегодня слышали. И надо сказать, что это вот клиника, в которой я работаю в Швейцарии, и эта клиника занимается гипертермией. Это единственный центр Швейцарии, гипертермия, который с 2006 года работает. И доктор Коби уже говорил сегодня о молочной железе, поэтому я оттолкнусь от предыдущих докладов и затем расскажу вам о тех результатах, которых мы добились, используя гипертермию, лучевую терапию, а также дам обзор публикованных источников. Итак, гипертермия. Безусловно, это уникальная терапевтическая возможность, это уникальный метод с уникальными возможностями. Мы с вами определили, что мы играем в районе температур 40-43 градуса по Цельсию. И это повышает кровоток, да, безусловно, я думаю, что все мы согласимся с этим. Это улучшает оксигенацию тканей, и это также таким образом повышает оксигенацию гипоксических клеток, нагревает их, и таким образом они становятся чувствительными к теплоте, и таким образом ингибируется репарация ДНК. И я полагаю, что именно поэтому у нас происходят потери чувствительности. И также происходит синтез эсфазных клеток, и это очень важно в таких опухолях, как меланома, потому что у них они являются внутренне чувствительными к теплу. И вот это все то, что нам позволяет сделать гипотермия. И теперь, если мы с вами посмотрим еще внимательнее, то есть три основных момента. Оксигенация, нагревание и термочувствительность гипоксических клеток, ингибирование, репарация ДНК – это именно те свойства, которые являются схожими к другому воздействию, например, к карбоновому воздействию. Поэтому гипотермия сама по себе обладает такими свойствами, которые мимикрируют или повторяют другие воздействия. И поэтому мы имеем эти свойства. Итак, если мы возьмем все это вместе, то нам, очевидно, становится одно, что это очень мощный радиосинтезатор. И также это было продемонстрировано, что оно обладает синергией с определенными химиотерапевтическими препаратами. И мы... То есть это прекрасный радиосинтезатор. И, соответственно, это уникальное... А действительно ли это уникальное свойство? Я так не думаю. Я не думаю, что я сильно ошибаюсь, сказав, что гипотермия, тем не менее, абсолютно уникальный метод лечения с уникальными свойствами, и поэтому нам нужно его серьезно изучать. Давайте зададим себе вопрос. Почему мы говорим о синергии? Да, гипотермия и лучевая терапия. Почему мы с вами говорим об этом вместе? Потому что некоторые из клеток опухолей действительно хорошо оксигенируются. У них нормальная PH, у них достаточное количество нутриентов или питательных веществ, и они находятся в стадии пролиферации. И, безусловно, они являются резистентными к теплу, но они чувствительны к лучевому воздействию. С другой стороны, могут быть клетки гипоксические, которые подвержены гипоксии, с низким PH, аж недостаточное количество питательных веществ или нутриентов, и нет пролиферации. Они являются чувствительными к теплу, но радиорезистентными. Таким образом, если мы говорим о гипотермии и радиотерапии или лучевой терапии, они являются комплементарными друг к другу. И именно поэтому мы говорим о синергии, когда мы говорим об этих двух методах воздействия на опухоль. Итак, я бы хотел обратить ваше внимание на публикацию 2013 года в журнале «Лучевая терапия и онкология». Здесь мы говорим о том, что тепло все еще с нами или все еще остается. Это очень важный момент, потому что у нас есть определенные биологические процессы, при помощи которых мы можем это объяснить, и все эти биологические процессы ведут к очень хорошему, сильной возможности улучшить эффекты от лучевой терапии и дать нам возможности биологической модификации. Но не только это. Автор также говорит о том, что самый мощный способ сенсибилизации ионизирующей радиации фактически это тепло. Таким образом, это то, что нам нужно полностью изучить при помощи изучения комбинирования терапии, лучевой терапии и гипертермии. Но это нужно делать очень осторожно, так скажем, с открытым сердцем, но с холодной головой. Итак, что же нам действительно дает гипертермия? И давайте вот дальше я и перейду как раз к ответу на этот вопрос. Итак, первое предостережение, или первый вопрос, на самом деле, который мы должны задать себе, это доказательная база. Мы сегодня все говорим о доказательной базе. А достаточно ли она? Можем ли мы просто применять лучевую терапию или в комбинации с гипертермией, или только лучевую терапию отдельно? И давайте посмотрим вот на эту пирамиду, которая представляет доказательную медицину. Итак, есть определенные факты, которые мы все знаем. Это именно верхняя часть этой пирамиды. Это систематический обзор и метаанализы. Они нам дают максимальное данное, максимальное количество достоверных данных. Итак, если мы посмотрим на систематический обзор, на метаанализы, возможно, мы найдем ответы на эти вопросы. Давайте мы этим и займемся. Итак, мы попробовали провести такой систематический обзор всех абсолютно центров, которые занимаются гипертермией, которые используют лучевую терапию и гипертермию по сравнению с лучевой терапией в качестве монотерапии. Потому что нам нужно было выяснить, действительно, гипертермия дает нам преимущество. Или нам нужно лучевую терапию отдельно применять, или с гипертермией в сочетании. Можем ли мы улучшить еще ситуацию при помощи химиотерапии? Вот это следующий этап. Но давайте сначала начнем с первого этапа. Итак, существует определенное исследование, которые использовали лучевую терапию и сравнивали ее с лучевой терапией и гипертермией в комбинации. И химиотерапия по сравнению с химиотерапией и гипертермией в сочетании. И когда мы посмотрели на литературные источники, мы использовали поисковую систему MadLine в декабре, 20 декабря, если быть точным, 2014 года. Мы использовали такие поисковые слова, как гипертермия и клинические исследования. И мы нашли 518 цитирований или цитат, из которых 38. Это то, что было посвящено ради лучевой терапии по сравнению с лучевой терапией в комбинации с гипертермией. И вы видите количество цитат, количество публикаций. Затем мы нашли 4 исследования, которые сравнивали химиотерапию по сравнению с химиотерапией в комбинации с гипертермией. Но я не буду об этом говорить в рамках моей презентации. Я буду говорить в основном только о лучевой терапии в сочетании с гипертермией. Вот именно на эту группу мы и посмотрим. Вот это таблица, которая сводит воедино все исследования, которые я нашел при помощи MadLine, все эти 38 исследований по сравнительному анализу лучевой терапии, отдельной лучевой терапии в сочетании с гипертермией. Посмотрите на цифры. Конечно же, они неудобоваримы для анализа в таком виде, поэтому я свел их вот в такую таблицу. Вот вы видите, здесь у нас локализация. Это РМЖ, это цервикальный рак, голова и шея, пищевод, легкие меланомы. Вот вы видите, хордовые меланомы. И вот это все локализации в комбинации. Это 38 исследований, и вы видите здесь полный ответ. 55% по сравнению с лучевой терапией и гипертермией. Соответственно, у нас здесь 2,8 соотношения. В 2,3 раза фактически у нас лучшая эффективность, если мы возьмем лучевую терапию и гипертермию вместе, по сравнению с лучевой терапией. Итак, эти 3 локализации. Посмотрите, 3 верхних, они фактически являются самыми распространенными, которые были пролечены. Таким образом, давайте посмотрим более подробно вот на эти 3 локализации, потому что они наиболее информативны по количеству пациентов. Итак, давайте посмотрим на рецидивирующие РМЖ. У нас действительно впечатляющие результаты в нашем центре, и я попробую их сейчас вам показать. Итак, мы сделали систематический обзор. Это было сделано под руководством призма. Мы просмотрели приблизительно 780 пациентов. Как вы видите, это ПАБ-метод, это Кахрейновский анализ и другие. И из 780 записей или пациентов мы выбрали 26 исследований с одной группой и 8 с двумя группами, с рандомизацией в две группы. 779 пациентов всего было в 26 исследованиях, а в 8 исследованиях с двумя рукавами было 627 исследований. Пациентов, извините, приблизительно рандомизированных по 300 с лишним человек в группу лучевой терапии, лучевой терапии в комбинации с гипертермией. Вы знаете, что большинство из этих пациентов были ненаивными к терапии. Извините, они были после какой-либо терапии, химиотерапии, комбинационной терапии, либо хирургического вмешательства. Таким образом, мы пытались понять, что же гипертермия привнесла в качестве палеотивной терапии. И таким образом мы использовали определенные показатели. Мы использовали odd ratio, то есть мы использовали коэффициент неравенства или относительный риск. Мы использовали относительный риск, мы использовали разницу в рисках. Мы все это подсчитывали и таким образом использовали Forex Blocks тоже. Теперь, если вы посмотрите на конечные точки, то есть на полный ответ, если вы посмотрите на относительные преимущества, то здесь у нас ответ 38% в группе лучевой терапии. С гипертермией мы повышаем этот показатель до 60%. Если вы посмотрите на Forex Plot, то вы можете обнаружить, что здесь очень хорошее распределение ромбов, которое показывает нам odd ratio в 2,6, что действительно дает нам статистическую разницу в сторону преимущества комбинации лучевой терапии и гипертермии. Если вы посмотрите на разницу в рисках, то здесь у нас это нам дает возможность подсчитать, сколько мы получаем, какое преимущество мы получаем в количественном формате. Вы видите, здесь у нас 1,3, что фактически показывает нам, что существует разница в 0,22, что является весьма впечатляющим, и таким образом вероятность получения полного ответа при помощи лучевой терапии и гипертермии повышается на 22% по сравнению с лучевой терапией в качестве МОНО. И действительно ли это… что еще нам может дать такое же преимущество, биологические маркеры, гормонотерапия, химиотерапия? Нет. Есть определенный метод лечения, который показывает нам тимимелия. Такое преимущество, по крайней мере, рандомизированных исследований для тех пациентов, которые уже не наивны в терапии при помощи всех, пролечены всеми способами, которые являются стандартными. Как я уже говорил, было определенное количество исследований с одной группой пациентов, и, конечно же, мы хотели посмотреть и на этих пациентов, потому что там было их аж 780, 16 исследований. И вот давайте посмотрим на Форест Плот. Что он нам показывает? Он нам показывает, что если у нас 6,3 относительный риск, это 1,3 пациентов, это означает, что они получат полный ответ, и 6,6. Вот это использование гипертермии для локорегионального, для рецидивирующего РМЖ. И я могу заключить, что для локально рецидивирующего или локорегионального рецидива РМЖ гипертермия плюс лучевая терапия – это безопасный, очень эффективный метод лечения, который повышает уровень полного ответа на 22%. Приблизительно 22%. Вот это доказательная база. Итак, давайте перейдем к следующей локализации, которую я определил в начале презентации – это опухоли головы и шеи. Опять-таки, давайте посмотрим на систематический обзор. Если мы посмотрим на медиадейта, то у нас здесь достаточно много, 400 с лишним исследований, то есть количество записей – 498, и было рандомизировано исследование и не рандомизировано. Общее количество пациентов – 451 по всем публикациям, и они были разделены фактически одинаково на две группы – лучевая терапия в качестве иммунной и лучевая плюс гипертермия. Общий ответ, полный ответ у нас был приблизительно 39%. С гипертермией повышение у нас было на 62,5%, до 62,5%. Вот от Ratio и Forest Plots. Здесь вы видите общий эффект приблизительно 2,9%. Это действительно статистически значимая разница. Если вы посмотрите на разницу рисков, то с полным ответом, с общим ответом, вы видите, разница здесь приблизительно, повышение на 25%. Это означает, что вероятность получения полного ответа при использовании лучевой терапии гипертермии фактически повышается более чем на 25% по сравнению только с лучевой терапией в качестве иммуна. Итак, и что же это означает для общей выживаемости? В большинстве из этих исследований давали нам выживаемость только за 1-2 года. Но мы знаем прекрасно, что полный ответ и в конце лучевой терапии – это ключевой прогнозический фактор для прогнозирования выживаемости. И как это было опубликовано в «Зелёном журнале», в журнале «Гринву» в 2011 году. И это очень хороший предиктивный, предиктирующий фактор. Соответственно, мы можем ожидать, что эти пациенты, те, кто получил полный ответ, они действительно будут… у них будет лучшая выживаемость, и дольше они будут жить. Итак, гипертермия плюс лучевая терапия действительно являются эффективным и, опять-таки, безопасным методом лечения для лечения опухолей третьей и четвёртой стадии головы и шеи. Мы не говорим о первой и второй стадии. Все эти пациенты были… Эти пациенты редко к нам приходят на первой и второй стадии. Это третья и четвёртая, как правило. И они получают преимущество по сравнению только с лучевой терапией. И у нас улучшается полный ответ, количество полных ответов на 25%. Давайте теперь перейдём к третьей локализации. Это цервикальный рак. Мы утром опять же слышали от коллег о исследованиях в этом направлении, о сочетании гипертермии здесь и лучевой терапии. Но есть проблемы. Есть такое мнение, что лечением выбором для этого рака на самом деле является химия и лучевая терапия. Что же говорит практика? Она говорит, что да. Тем не менее, системные исследования проведены. Результаты проанализированы многих исследований. Появляется семь исследований новых. Две группы. Вы можете посмотреть, сколько включалось пациентов с разными видами рака. Если мы все считаем, что химиотерапия и лучевая терапия – это стандарт, тогда как нам сравнивать, что с чем, например? Особенно если с местно распространенным и уже продвинутых стадий мы имеем дело этим видом рака. Вот это пытались мы решили. В 89-й год прошлого века. Вы видите, посмотрели публикации. Я прочитаю вам последнюю строчку. Сегодня мы должны сделать заявление, что тысячи врачей заявляют, что мы должны очень внимательно относиться к химиотерапии, радиотерапии, лучевой терапии, их сочетаниям при инвазивном раке шейки матки. Мы стали очень внимательно исследовать это поле и считали очень долго, что именно так мы должны лечить пациентов. Были ли мы правы? Я думаю, что мы сделали некоторые ошибки. Наши руководства даже от 2015 года, NCCN, for example, вот здесь приводятся принятые стандартные модальности, касающиеся химиотерапии, касающиеся в частности, каковы результаты и сочетание ее с лучевой терапией. Если мы говорим о доказательной медицине, можем ли мы утверждать, что это сочетание улучшило результаты лечения локально распространенного рака шейки матки, если это 2B и 4, до 4A стадии. И вот я вам сейчас показываю следующее. Это систематический обзор, который не я выполнял, но НЧСО получил этот обзор от группы экспертов в 2008 году. И здесь говорится о снижении неопределенности, касающихся эффектов химиотерапии при цервикальном раке, результате 18 рандомизированных исследований. Я прочитал эту статью и привез вам ее. И здесь говорится, что исследования, где сравнивались рандичные модальности, было показано, что это и проверялось, действительно ли это самый безопасный метод, и действительно отслеживалось улучшение выживаемости. Но это еще не конец. Здесь сказано, что относительно... И, конечно, по сочетанию речь идет, что эффект имеет место для местно распространенного рака. То есть преимущество сочетания этих модальностей снижается по мере нарастания стадии, что можно было предположить. Это значит, что если у нас очень серьезный и тяжелый случай, это сочетание не поможет. И Кахран провел также ряд исследований. И вот что было в результате получено. 18 исследований для усовершенствования данных. Здесь исследовались 2B до 4А комбинации с операцией, без операций, все вместе, все сочетания. И я привожу эти таблицы только те, исследования, которые касались местно распространенного рака. Далее нам очень убедительные результаты. Остальные, надо сказать, что вот 2B4, там использовались две группы просто химиотерапии одной, сравнивались с другими. Модальностями не было операций, никакой адъювантной химиотерапии. Или смотрелась отдельная адъювантная терапия. То есть были выделены группы, и особо нас интересующие. В 2008 году введены новые данные в Кахран, результаты всех исследований. Проведены дополнительные 8 исследований. 4 из них опубликовали результаты после 2008 года. То есть они не попали в метаанализ. На самом деле 1, 2B до 4А. Здесь мы можем сложить все количество исследований. Примерно 8 плюс 15 и так далее. И там было 2454 пациента, 15 исследований, где в основном сравнивалась химия и лучевая терапия против только лучевой. Что же это нам дает? Это как мы можем это сравнить с результатом? И модальности, которые отражены в Кахране, о которой мы сегодня утром говорили. Что здесь можно сказать? Давайте посмотрим. Я возвращаюсь к своему вопросу. Вот что я пытался здесь делать. Я пытался отразить здесь все исследования, где была химиотерапия, и все, где была и радиотерапия, и гипертермия в сравнении с другими. Вот посмотрите сюда. Например, химия лучевая или лучевая и гипертермия. Или какую-то одну, одна модальность. Здесь посмотрите. 1 и 2. 1 и 9. Это соотношение шансов. Что лучше, химия или, например, гипертермия и лучевая? То есть сравнивалась химия и лучевая против лучевой, 1 и 4, и против гипертермия, и лучевая против просто лучевой. И вот такие мы получили результаты из шести исследований, где только одна модальность исследовали. Мы получили вот такие данные. То есть получается, что это даже может быть лучше. То есть отношение шансов касательно полного ответа. 1 и 4 – это химия терапия и лучевая против просто лучевой. И идет прибавка чуть ли не вдвое, прирост этих возможных преимуществ, если это сравнивается с гипертермией радио против просто лучевой терапии. То есть это уже разница. И вот эта разница здесь очевидна. Она нам говорит, что эта разница на самом деле дает 16% прироста вероятности достижения ответа, когда мы, например, применяем гипертермию и лучевую по сравнению с сочетанием химии и рычевой. Я не собираюсь подробно говорить о коэффициентах неравенности относительных рисков и преимуществах отношения шансов. Я просто хочу сказать, что разница по рискам. Вот вы видите, вот здесь у нас две как раз группы, о которых мы говорим. Это гипертермия и лучевая по сравнению с химией лучевой. Что она нам дает и в том числе по локорегиональному контролю в долговременной перспективе, 18% прироста вероятности. И как насчет выживаемости и продолжительной жизни. Выживаемость – это вариабельный фактор 3-2 года, 5 лет. И если мы берем точку А, например, я на это не смотрел. Я хотел посмотреть, сколько выживает в конце исследования. Что мы обнаружили? Вероятность выживаемости при применении гипертермии увеличивалась. Цифры здесь на слайде. По сравнению с применением просто комбинации химией лучевой. Другой вопрос – токсичность. Мы не просто хотим выиграть в смысле выживаемости и полного ответа. Но что с тактичностью? Вот здесь данные по строй токсичности вы видите. Вот 0,79. Это общая ситуация для группы химиотерапии лучевой против лучевой. И если мы сравним с результатами, где применялась группа, где применялась гипертермия, мы получим 15% выигрыша. Такова история. Это модальность, которая дает лучший контроль удлинения выживаемости, не добавляя токсичности. То есть здесь вроде бы доказательства на нашей стороне. Отсроченная токсичность – тоже важный фактор. И мы видим, что те же самые данные по отсроченной токсичности. Если бы я подводил итог того, что мы увидели, вот эта таблица для вас. Ответ на гипертермию – 16 человек. Выигрыш по локальному контролю – 18%. Простите, 16% – 18%. Выживаемость пациентов или количество живых пациентов в 2% растет. Острая токсичность – 15%. То есть вам решать, является ли это новым выбором, новой модальностью, которая поможет вашим пациентам. И в каком виде, в сочетании с другими модальностями или отдельно, в сочетании с химией и ручевой терапией, только ли с ручевой, для местно распространенного рака шейки-марата. Все специалисты уже соглашаются, что мы получаем лучший исход, меньше заболеваемость, чем при случае сочетания химии и лучевой. И в частности, мы речь ведем, конечно, о местно распространенном раке шейки-маратке, когда мы сочетаем гипертермию и лучевую терапию. Мы получаем такие результаты. Гипертермия вместе с лучевой терапией – это эффективный, безопасный метод лечения. Для всех зон мы получили соотношение или коэффициент R2 и R2 в пользу сочетания гипертермии и лучевой терапии. То есть, это речь идет о улучшении шансов относительных шансов, рецидивы рака груди, улучшение на 22% общего полного ответа к сочетанию лучевой и гипертермии по сравнению с одной. Лучевой рак головы и шеи, улучшение точно так же на 25% общего ответа. Локализованный и местно распространенный рак шейки-маратки, мы только что сказали, 2-я B до 4-й А. Значительные терапевтические преимущества по сравнению с сочетанием химии и лучевой. Полный респоз, ответ больше на 16%, долговременный, местный на 18%, выживаемость на 2%. И что же, какие шаги необходимо предпринять, чтобы использовать гипертермию в сочетании с лучевой и химиотерапией в качестве стандартного варианта лечения? При определенных опухолях здесь мы должны еще работать и работать, чтобы выбрать эту наилучшую модальность. Есть вопросы? Доктор, да. Что? Спасибо за очень интересное рассмотрение. Обзор. Какой был источник, который вы использовали, когда применяли... Источник нагревания, температуры, когда вы применяли гипертермию? Видите результаты анализа разных исследований? Использовали низкие частоты в случае рака груди. Если это шейка майки, то это BS. Голова и шеи тоже там были разные, разные ситуации. И большинство центров приблизительно 41-43 градуса. И последний вопрос. Пожалуйста, скажите, что вы думаете про магнитную гипертермию, про ее перспективы и также возможности применения? Какую гипертермию, извините? Магнитную. А, магнитную. Магнитную наночастицу. Я полагаю, что это весьма интересная дискуссия. Вы понимаете, о чем мы говорим? Это внешняя гипертермия. Но то, что я думаю, что в ближайшем будущем выйдет на сцену, это наночастицы. И гипертермия на основе наночастиц. Когда мы используем наночастицы, как мы делали здесь, у нас были уже общения по поводу ферромагнитного воздействия. Если мы используем разные наночастицы, у этих наночастиц у них особые свойства есть. Когда вы их вводите, они могут преодолевать гематоэнцефалический барьер. Это называется ИПР, феномен. И они концентрируются в основном в тканях опухоли. Когда вы их подвергаете магнитному полю, они дают нам тепло. Гипотомия магнитных частиц. Я думаю, что мы будем об этом говорить. Это хорошая специфичность. Это очень хорошее локальное нагревание. И, в-третьих, это дает нам возможность зарядить эти частицы, сдизайнировать их таким образом, чтобы они соответствовали определенным параметрам. Рецепторы разные использовать. Соответственно, они могут как бы теги иметь, эти наночастицы, для определенных химиотерапевтических препаратов. Соответственно, ближайшее будущее – это то, что нас ждет. И я думаю, что я буду отслеживать это очень пристально. И если мы с вами вернемся к предыдущей теме, к предыдущему обсуждению по использованию в глиобластоме этих частиц, я думаю, что есть МакФордс, компания немецкая, если я не ошибаюсь. Вот они проводят исследования, по-моему, в Мюнхене или в Берлине, я не очень уверен. Но эти исследования уже показали, что для рецидивирующей глиобластомы они уже использовали наночастицы внутрь опухоли, создав шар или баллон. И они подняли температуру таким образом. Мы здесь не говорим о классической гипертермии, о которой мы говорим сейчас, где у нас 39-43 градуса. Там они нагрели до невероятно большой температуры. Средняя температура была около 50 градусов по их публикациям. Но даже с этим они смогли достичь локального контроля над опухолью, над этой рецидивирующей опухолью гораздо лучше, нежели, чем при других модальностях. Поэтому я полагаю, что будет будущее. Они могут это использовать в других типах, в других локализациях, в других типах опухолей. И на самом деле мы можем задать им вопросы и задать себе вопросы, как мы можем это использовать в будущем. То есть наночастицы сегодня, конечно же, это то, на что мы должны обращать внимание. И публикации будут. Я бы хотел обращать прежде всего раки молочной железы. Как известно, рак молочной железы бывает люминальный А и люминальный Б. И они абсолютно различны. В принципе, химиотерапия. Кроме того, бывает рак молочной железы гормоночувствительный, где не нужно никакой химиотерапии. И только с помощью гормонов вы достигаете инфекта. Есть, наконец, рак молочной железы, так называемый трижды негативный. Где рецепты к стероидам и к Р2 негативны. И есть, наконец, рак молочной железы, где имеется соответствующая мутация и так называемый ХР2+. Так вот, где нужно из этих раков, и где вы показали вот из этих вариантов рака, прежде всего использовать гипертермию. Где она показана? Потому что по характеру лечения радиологического, все эти три рака, все эти типы раков совершенно различны. И по подводимой дозе за один раз, и по дозе подводимой суммарной. Вы знаете, это очень важный вопрос. Я думаю, что мы уже говорили о том, что есть некая озабоченность, озадаченность этим существует. Первый момент заключается в том, что все исследования, которые проводились по рецидивирующему РМЖ, которые я вам показал, и они не показывали разные молекулярные параметры, о которых вы хотите узнать, задавая мне этот вопрос. Потому что, если это люминарный А, люминарный Б, либо это положительный ХР2, положительный рак, есть на самом деле некоторые моменты, с которыми данные исследования вообще никак не сталкивались. То есть, они не обращали на них никакого внимания. Да, есть такой момент. Но не только в РМЖ, но, например, в цервикальном раке или в опухолях головы и шеи, мы забываем один момент также, это HPV, папилломовирус человека. Мы знаем, что это один из факторов риска развития рака. И там, где у нас положительные пациенты по папилломовирусу, они гораздо более эффективно пролечиваются по сравнению с отрицательными опухолями. И что было также показано в Амстедарской группе, это то, что гипертермия является токсичной для положительных по папилломовирусу человека. И вы видите, там, где у нас папилломоположительные опухоли, то, скорее всего, там не нужна гипертермия. Но на самом деле эти исследования пока не принимали тип, молекулярный тип рака. Я полагаю, что нам нужно такие исследования в дальнейшем провести, использовать молекулярные параметры в качестве сертифицирующих факторов в дизайне исследований. Если это трижды отрицательный рак, или как на него воздействует гипертермия. Потому что здесь, это же иммуностимулянт. А все, что касается иммуностимуляции, то мы должны тут принимать во внимание, возможно, это то, что нам придется изучать в будущем. Теперь в первом раке, о котором вы так много говорили, рак шейки матки. При лечении рака шейки матки третьей и четвертой стадии принципиальное значение имеет технология лучевой терапии. Во-первых, какую часть вы даете дистанционной лучевой терапии, и как вы ее даете? Вы ее даете конформно, или вы ее даете обычной, конвенциальным способом? Второе. Сколько вы даете внутриполосной радиотерапии, то есть брахитерапии? И в какой дозе вы даете эту брахитерапию? И кроме того, каким образом вы складываете биологический эффект, то есть брахитерапии, и каким образом дистанционной лучевой терапии? Потому что это зависит от того, какой вид внутриполосной терапии вы предпочитаете. Низкодозную, среднедозную или высокодозную. От этого при складывании дистанционной лучевой терапии и внутриполосной лучевой терапии суммарная биологическая эффективность будет совершенно различной. Вот у вас у всех была одинаковая схема лечения и дистанционной терапии, и брахитерапии. То есть только, предположим, низкодозная, только среднедозная или только высокодозная. Только конформальная, только конформальная, если речь идет о дистанционной лучевой терапии, или только обычная терапия 1,8, 2 ГРЭЯ, без всяких особенностей и без всякой сложной предлучевой подготовки. Большое спасибо за этот очень важный вопрос. Я полагаю, что этот вопрос не про гипертермию. Это общий такой вопрос, который вы бы хотели задать мне. Вы знаете, если бы я использовал гипертермию, да, действительно, вопрос был очень релевантный. Я бы хочу сказать, что мои техники лечения не будут меняться. Не будут меняться, повторюсь. В зависимости от того, использую я гипертермию или нет при цервикальном раке. Это номер один, что я хочу сказать. Это то, что я показал, и я верю, что гипертермия не повысит токсичность моей лучевой терапии. И я не буду менять лучевую терапию, если я использую гипертермию. Я искренне верю в том, что для стадии 2Б2А при цервикальном раке лечение шейки матки должно состоять из внешних лучей и брахиотерапии. Брахиотерапия без брахиотерапии это не полное лечение. Поэтому комбинация этих двух методов является абсолютно неотъемлемым фактором. Номер три. Если я использую внешнюю дистантную лучевую терапию, должен ли я использовать? Какую технику я должен использовать? Конформную технику или стандартную? Бокс-технику? Я полагаю, что шейка матки – это такой орган, который является мобильным. Мы его можем двигать, как предстательную железу с двух сторон. И таким образом, когда я лечу, я не саму шейку матки лечу, но все узлы тазовой полости. Таким образом, я должен понимать, что я не буду обрезать углы вокруг шейки матки, потому что мое планирование в первый день – это в основном то, что я использую по информации КТ с первого дня. Для меня безопасность моего пациента должна рассматриваться в первую очередь. Поэтому это будет золотой стандарт. Это техника бокс, прежде всего. Я не верю в то, что я могу, так скажем, обрезать какие-то углы. Есть определенный стандарт. Вы покрываете, если узлы вокруг шейки, вы, соответственно, покрыли саму шейку. И регрессия, возможно, мне нужна адаптивная лучевая терапия. Я буду ее планировать каждую неделю. Я думаю, что это практика, которую должно следовать любое отделение. Это адаптивное планирование для каждого пациента во времени и для того, чтобы у меня была абсолютно безопасная лучевая терапия без обрезания углов и ненужного, так скажем, необработанных узлов. На данный момент нет исследования, которое показывает, что СДР повышает токсичность по сравнению с СЛДР. То есть, высокая доза и низкая доза рассматриваются. И если я использую аппликатор с низкой дозой, низкодозный аппликатор, то это в зависимости от того, какая мне нужна доза, я буду использовать его в течение определенного количества времени, 48 часов и так далее. Если я использую высокую дозу, то я использую несколько аппликаторов, это 3, 4, 5, в зависимости от протокола моего отделения. Каждый раз, когда я использую аппликатор внутри пациентки, то я буду воздействовать на одни и те же точки. Соответственно, если он у меня не пришел в ту же самую точку, мой луч, то токсичность, нужно задуматься о токсичности. Я должен принимать внимание весь объем опухоли, всю опухоль, все узлы. Соответственно, если у меня есть инвазивный рак, то я буду использовать аппликатор с бустером, или я могу использовать стандартный, если у меня клинически другая ситуация. То есть, мне прежде всего нужно понимать покрытие опухоли. Следующее. Я думаю, что это очень важный как раз момент. Я должен понимать дозировку брахиотерапии и внешней терапии. Если я использую телетерапию, то мое поле и объем будет отличаться от брахиотерапии. Серьезно. У меня нет необходимости комбинации, потому что, когда я использую аппликатор, то доза получает только шейка матки, а там у нас очень высокая толерантность. Это должна быть очень специфическая доза, которая невозможна при использовании других формул. Я не думаю, что... Я бы вот так просто на этот вопрос ответила, потому что вообще-то брах шейки матки распространенное заболевание во всем мире. Соответственно, самое главное это покрытие. Используйте брахиотерапию. Я был очень рад увидеть того, что брахиотерапия является частью планирования, и это действительно неотъемлемая часть. Как только вы использовали это все, покрыли правильно узлы опухоли, у вас будут хорошие результаты. Поэтому все очень просто. В вашем исследовании вы показали хорошую разницу между объемом облучения при третьей стадии и при четвертой стадии в цервикального рака. Это принципиальный момент. В основном для третьей и четвертой стадии мой внешний объем останется одинаковым. Я не хотел бы лечить так скажем внешнюю периортальную область. и я полагаю, что с этим могут возникнуть сложности, поэтому я бы хотела ставить поля в тазовой области абсолютно такими же. Когда я использую брахиотерапию, если стадия третья А, то тогда в конце пятой недели лечения, когда я планирую брахиотерапию, я посмотрю на регрессию. Если у нас нет регрессии, то я буду использовать обычную внутриполосную лучевую терапию, и если у нас по параметрам, если есть инфильтрация с одной стороны, как минимум наполовину, то я тогда перейду к аппликатору вена и в интерституции буду облучать. И если это стадия 3B с двух сторон, то в этом случае я буду использовать эту социальную брахиотерапию с двух сторон, потому что именно это покроет всю мою опухоль. И обычный внутриполосной не покроет опухоль. Таким образом, я оценю ответ опухоли после пяти недель брахиотерапии. В зависимости от того поля, которое я получу, я либо буду планировать брахиотерапию, я буду планировать брахиотерапию, и это либо кольцевой аппликатор Вена, либо это другой аппликатор. Я таким образом буду адаптировать планирование через пять недель. Какого типа фотонную лучевую терапию вы используете в вашем исследовании при стадии 3-6, 6 или 10, и стадия 4-я, 4 или 10? 6 или 10? Я не очень понимаю ваш вопрос, не понимаю. Что такое 6 6 или 10 для 3-й стадии? 6 или 10 для 4-й стадии? А, имеется в виду мегавольты. Если я использую, я могу использовать либо 6, либо 10 мегавольт. если я использую луч в 6 мегавольт, то я не буду использовать параллельное поле, потому что при помощи параллельного поля я повышу облучение в прямой кишке и мочевом пузыре, потому что у нас будет заходить луч туда, и таким образом мне нужно сравнить 6 нет. Если пациент не очень большой, не очень крупный, то тогда я буду использовать другую технику, потому что таким образом я защищу прямую кишку и мочевой пузырь. Я, безусловно, не буду использовать параллельные поля, я буду использовать технику бокс с хорошим покрытием первичной полости и всех узлов тазовой области, и постараюсь не затронуть мочевой пузырь и прямую кишку. Я думаю, что вы можете использовать 20 фотон, вы можете повысить дозировку таким образом не это не каким образом не будет травматизировать прямую кишку. И я бы 4 поля использовал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА